итак тест импульсного металлоискателя на ардуино я вот его поставил так металлоискатель ног верх ногами поставил на стул так чтобы он был катушка примерно посредине комнаты диаметр катушки 30 сантиметров тут я приклеил скотчем сантиметр сейчас мы будем тестировать вот наши цели это 50 копеек россия 10 копеек 1 рубль 2 рубля 5 рублей потом крышка от банки диаметром 7 метров крышка от банки диаметром 9 сантиметров и крышка от кастрюли диаметром 20 сантиметров то есть вот они наши цели итак начнем тестирование так 10 копеек россия смотрим 9 сантиметров так сейчас не фокусируется ну в общем ладно сейчас балансирую еще так нажал на кнопочку балансировки 10 11 видимо электропомехи идут вот загрубил чуть-чуть чувствительность то есть 10 копеек 7 сантиметров уверен сигнал 50 копеек россия вот на 11 начинает срабатывать 10 сантиметров 10 11 1 рубль россия с краю катушки беру где-то 12 13 сантиметров так 12 13 сантиметров надо было еще немного загрубил чувствительность он с краю катушки не идет уже пусть пусть будет 7 1 рубль так 2 рубля где-то 14 15 сантиметров где-то 14 15 сантиметров где-то 14 15 сантиметров так 5 рублей россия тоже 14 15 сантиметров 10 рублей россия 12 где-то 12 сантиметров где-то 12 сантиметров поехали дальше теперь у нас идет крышка металлической от банки ну мало ли вот в подобных баночках стеклянных может быть закапывают какие-то клады то есть если такая баночка под землей будет лежать закопано мы сейчас посмотрим на каком на какой глубине мы ее сможем найти так вот она наша крышка как мы видим ну вот у меня не хватает руки уже чтобы на вытянуть расстояние вытянуть тут ну в общем начинает срабатывать уже где-то на 36 сейчас опять я загрублю еще чувствительность в общем 30 сантиметров это крышка у нас диаметром 7 сантиметров крышка от банки 7 сантиметров так теперь крышка от банки 9 сантиметров так вот она у нас крышка здесь катушка это 32 33 32 33 сантиметра ну и крышка от кастрюли диаметр 20 сантиметров так вот наша линейка 56 56 сантиметров сейчас начну медленно буду прибавлять то есть приближать ну вообще на 60 уже она ее чует на 60 сейчас еще разок сбросим балансировку нажмем так поехали ну после загрубления балансировки 47 48 47 сантиметров на крышку диаметром 20 сантиметров вот теперь примерно давайте посмотрим на каком расстоянии он будет срабатывать на арматуру которая находится в железобетонных плитах то есть мы сейчас квартире в панельном доме плита плита полуармирована арматурой как всем известно посмотрим сейчас я его возьму в руки наш прибор вот у нас линейка висит так ставлю катушку на середину комнаты примерно потолка до пола нажимаем на балансировку так это вот сильно большая чувствительность когда он так мигает должен пару раз в секунду мигать это нормальная чуйка так это нормальная чувствительность нормальная чувствительность у нас так проверяем вот уже начинают срабатывать то есть вот он наш сантиметр там непонятно 149 что ли ну так и не скажешь 120 где то нет 149 все таки начинаю еще больше опускать вот уже начинают загораться сейчас 30 40 50 80 все балансировочка сбилась ушла 136 получается на арматуру 136 сантиметров вот собственно вот такой вот прибор прибор импульсный металлоискатель на ардуино с катушкой диаметром 30 сантиметров здесь стоит аккумуляторы здесь блок электроники сделано все на печатной плате давайте я открою покажу то есть вот так вот открывается блок и здесь мы видим печатную плату здесь стоит контроллер ардуино про мини на от мега 168 5 вольт и часть идет импульсная то есть операционный усилитель TL072 ключ mosfet и RF740 транзистор ну вот и все но тут кнопки пошли две кнопки включение питания и балансировка плата размером где-то шесть с половиной на четыре с половиной сантиметра вся печатная плата вот приклеена термоклеем здесь всего четыре провода идет то есть два провода на катушку два провода питания батарейки здесь в ручке подлокотник осталось сделать только еще схема надежно металлоискатель работает стабильно хорошо на улице в отсутствие электропомех все мы его закрыли корпус защитой IP54 пылевлагозащищенный трубки тоже с резиновыми прокладками пылевлагозащищенные катушка проклеена термоклеем и здесь вот эта часть как раз тоже хомут электрический Т-образный тоже залит весь термоклеем катушка армирована пластиком легкая прочная в принципе легкая прочная да и обмотана двумя слоями изоленты все всем пока в принципе и так и